Говори своё последнее слово и прощайся с этим миром! Прощай, матрёшка! Что ещё за матрёшка? Ты что, ещё не слышал об онлайн-игре про Россию на телефон? Матрёшка — это бесплатная ролевая игра с открытым миром на Android, в которую ты сможешь поиграть даже на самом слабом телефоне вместе со своими друзьями. Здесь ты можешь стать криминальным авторитетом на районе, сотрудником полиции или президентом всей России. А может, ты захочешь открыть свой бизнес и стать богатейшим человеком в области? Скин Моргенштерна уже ждёт тебя! Только тебе выбирать, кем ты будешь в этой игре! Гоняй на крутых тачках, тюнингуй своё авто и становись самым крутым на районе! Кстати, а какое хобби будет у твоего персонажа? Рывалка или экстремальная охота на диких животных? У нас даже есть голосовой чат, который поможет тебе погрузиться в игру! Для того, чтобы начать играть, тебе необходимо открыть Play Market или App Gallery на Huawei, ввести в поиск матрёшка РП и скачать наш лаунчер. После этого открой скачанное приложение и нажми кнопку «Играть» для скачки игры. Дожди загрузки игровых файлов. Далее необходимо ввести свой игровой ник и нажать кнопку «Играть» ещё раз. Вот и всё! Пару простых действий и ты в игре! Всем привет! С вами Эмбра. Наша кампания продолжается за священную Европейскую империю. И сейчас что мы делаем? Да захватим эту Америку до конца, также сделаем быструю высыточку в Японию, вот эту вот выстку он уже прочертил. И на этом уже война должна будет закончиться, потому что это две страны, которые сейчас в рамочке. А именно только их нам и нужно захватить. Всё. Только вот эти американцы, конечно, с ума сходят. Вот что это такое? Вот что? Это нафиг за червяк, вы посмотрите. Это ж надо было боту додуматься, взять и пустить толпе... Нет, тут одна дивка. Вот одна машинка... Она, кстати, возвращается. Итак, если отдалить это танк, а если приблизить это люди... Ох, какие, блин, смотрите. Нормально, хорошо, так они маскируются. Одна всё это сделала, а эти дивизии уже заполняют. Японский он даже при чём. Ну, вообще, в идеале, тут можно, взять, пройти немножечко, хотя бы в одну провинцию вот так встать. И это будет котёл. Давайте толпой эту побольше возьму. И, ребята, да, я не забыл. Помните эту захраночку? Я говорил, что я её сделал, когда вот Россия на нас начала бычить, и мы могли Крым не отдавать, а начать войну. В том вот положении. Мне вот само интересно, можно ли там будет затащить? Серьёзно. Это я сделаю как отдельное видео, уже вне этого прохождения, без нумерации, потому что, ну, то прям отдельный контент нужно устраивать. Так, ну, Турцию... Её, наверное, даже захватывать и не надо, чтобы она капит... Нет, она, кстати, тоже в рамочке, ё-моё. Она тоже, оказывается, в рамке. Хотя, вроде, раньше не было. О, котёл, нормально. Ну, правда, мы-то тоже в котле. Но всё равно с ней здесь особо париться долго нам не придётся. Опа, там, картель капитулировал. Ну, здесь, вон, мы подошли сюда просто. Да и, тем более, Бразиль. А чё мы тут делаем две дивизии? Вы... Ладно, сейчас я здесь всё по красоте поставлю нормально. Тут так-то дивизий не очень-то и много, поэтому можно взять, впустить одну дивизию, чтобы она прошлась по крупным городам. Нью-Арк, Нью-Йорк, Бриджфорд. И давайте-ка вот сюда вот. Провиденс. Обязательно. Ну, и до Бостона так вот доберёмся сейчас. А вот и давай-ка Атлантик-Сити. Во. По процентовой капитуляции ты там скоро отлетишь. 61%. Ну, там нужно, я так понимаю, брать нам... Не восток, а, да, запад. Вы никуда, сами понимаете. Но котлеть тоже надо, смотрите. Сейчас мы в Чикаго встанем. Давай-давай-давай, держи его. Оп. И минус три дивизии, причём одна из них вообще танковая. Давайте закрываем скорее. Там у США уже дивок-то почти не осталось, хотя у нас чё-то как-то тут тоже их не хватает. Тут три армии стоит, и я не чувствую этого. Так мы сильно растянулись. А, это, кстати, котёл, нет? Это же вроде тоже котёл. Они же не убегут туда. Хм. Так, а ты чё творишь? Ё-моё, вы смотрите, чё она делает. А ну, стоять. Давай-ка ещё вот так вот проедем. Нет, вот это теперь точно котёл будет. Давай-давай-давай. Оп, поймали её. Ну и закрываем. Да, только теперь организации не хватает. Ну, закрыть закроем, да? Закрыли, молодцы. И теперь давайте-ка вот сюда вот как-то. Просто организация около нулёвая, но мы тут чё-то делаем, чё-то получается вроде. Так, здесь мы закрыли их. Хорошо. Одну дивку давайте на Буффало отправим. И вот так пройдём. Вышли мы уже сюда, но здесь дивизии у американцев в принципе и нету. Так, кстати, а насчёт высадки. Там дивки, вот, они уже здесь находятся. Я уже сюда поставил сотню с лишним кораблей. Нормально, мы себя здесь чувствуем. У Японии самой дивизии, напоминаю, не очень-то и много. И, скорее всего, они все находятся вот здесь, кстати. Мы их перегородили. Котлы позакрывать, и мне кажется, что у них там дивок. В принципе, в Японии-то уже не будет находиться. Вот тут наши союзники тоже позакрывали. Молодцы какие. Так, в Турции котел закрываем до конца. И это тут японцы вон ещё творят. Эй, союзнички, вы-то будете этим заниматься? Пожалуйста, ну чё, лень что ли? Столько дивизий. И они стоят, смотрят. А Турция вон, Болгарию пошла захватывать. Иди давай дивизии туда, перетягивай. А мы зато тебя с востока захватим. Антельский сюда не уже подвели, но котел мы тут сделали. Ну как, автоплан его сам сделал. А ну, слушай, может ты сейчас как-то вот так вот проедешь вот сюда вот? Цепи стать не хочешь. Если получится, конечно. А, ты там встал. Но мы его выбьем, правильно? Ладно. Машинки не можем танками пробить, потому что организация слабенькая. Допустим. Ну здесь уже, кстати, фронт закончился такой. Дивизии освободились, подходят ещё сюда вот. Во, хоть ускоримся, быстрее к Лос-Анджелесу пойдём. А цель войны обосновывается против нас или наших союзников Вьетнам? А, да, точно. Вьетнам, ещё и Филиппины обосновывают цель войны против Китая. Ну, у Вьетнама дивизии-то дофигища под соточку. У Филиппин тоже. Я не хочу с ними воевать. Япония проще захватить, чем мы, блин. А это чё такое? А чё дивизии, которые должны быть в Америке, делают здесь? Они тогда, наверное, когда их перекидывал, не перебежали. Ну так чё они здесь всё это время делали? Я ждал приказ перебираться в Америку. А они в Азии там плавают. Ладно. Мы входим сюда вот, мы в Канаду. Чтобы её убрать, конечно, нужно будет взять ещё и Ванкувер. Да, здесь у него уже есть столица. Хотя Монреалия, Атавы мы ещё не взяли. Вот так, заранее улетела. Кстати, что знаете, интересно. Так вот мы можем взять и приостановить выборы. Притом, что у нас монархия. То есть мы можем, допустим... А, да, в пределах националистов, допустим, менять партию на какую-нибудь другую. Европа свободы и прямой демократией, да. Ну, находится это, естественно. И националистов, потому что партия популистская. Военный персонал Евросоюза. То есть сейчас выборы всё равно проводятся. Притом, что у нас монархия. Вот такая вот мы, свободная держава, а? С монархией так ещё и выборы. Ну, естественно, побеждать будем мы. Так что выборы, ну, Чалес. Ты, само собой, будешь здесь до самого конца сидеть. Популярность партии, конечно, желательно приподнять. Давайте это сделаем. Националистическая пропагандистская кампания. А то у нас сейчас всего лишь-то 41%. Как-то такой себе. Так, смотрите, там Сторис уже закончили. Она капитулировала. Ну, давайте-ка, может быть, всё-таки одну вот эту армию мы перекинем сюда вот в Америку. Но я уже перекинул, точнее, в процессе, перекидывание вот этих двух армий из Сибири. Зачем мы здесь вообще ходим, а? Поэтому решил я отправить их туда. Вот, конечно, будут очень долго бежать. Потому что вот эти вот сейчас телепаются сюда. Сначала на север Германии, потом будут только плыть сюда. Времени, конечно, займёт, ну, вечность. Ну, некоторые из них решили сократить сразу через Тихий океан. Ну, реально, в Мексику да пошёл дальше, сюда вот на север. Ну, ничего. Скоро они придут, а может даже без них мы пройдём. Хотя, без них тяжеловато будет. Дивизита у нас не хватает, на самом деле. Хотя, вот ещё котёл ещё, может, сделаем. Но это будет, конечно, маловато, на самом деле. Но сделаем. Как бы, чё бы нет. Американцы сейчас берут и сюда войска ещё перекидывают. У них успехи здесь, в Южной Америке, конечно же, есть. Тут я не спорю. Молодцы. Прямо красавцы. Постарались, ну, прям, ну да. Постарались хорошо, конечно. Тут только вот мы проходим сейчас. А, давай, скорее сюда ещё перекинуть. Ну, чё это одна девка творит? Заколебали. Пошли. Тут встанем. Перекроем её. Чё, котёл будет. Ну, вот она реально бежит. Просто взяла и побежала на юг. Чё, перережет. А что? Тут одна. Пошли, поймаешь её. Как раз вот. Проходила мимо. Зацепим её. И вот, давай ты тоже вот так. О, всё, отлично. Ну, потихоньку всё равно здесь проходим. Ну, когда девки эти подойдут, новенькие, то там всё и закончится для этой Америки. Особенно она же сюда-то девок-то сколько переслала. Да и там, в Европе тоже держит много. Если бы она все сюда вот перекинула, то... Да пофиг вообще. Мы бы больше своих бы сюда дивизий поставили. Так, ну-ка, давай-ка встанем сюда вот. И закрываю вот таким вот образом. Всё, здесь уже пошла высадка. Давайте, котёл. Да, закрыт уже почти немножко осталось. Что-то в Америке происходит, я не понимаю. Так, ну, в принципе, потихонечку. О, тут сколько дивизий такие пришло сюда. Давайте пойдём хоть на север тогда уж. Но, да, закрывать. И здесь котёл тоже желательно. Немножко украдём дивизии. Во. Канаду добить, конечно, не получается. Но я эти девки, наверное, сейчас сюда вот поставлю. Потому что Восток взять всё-таки тоже придётся. Как и столица-то. О, тут нас с юга, кстати. Вау, Бразилию-то выбили отсюда. О, блин. Ну, вот эти дивизии, кстати. Так, нет, вот эти вот. Они уже подошли сюда. О, а мы сюда уже прибыли. Быстро вы. Ну, и тут, я так понимаю, в принципе, просто никого нету. Японцы только будут соображать сюда войска отправлять. А только потом уже начнут отправлять их. Реально, мы, возможно, даже никого не встретим. Дивок там у тебя штук 15 осталось. После того котла. Так они водили. Вот. Тут три дивизии, тут одна. Вот японцы. Ну, тут один интеллект, что британцы, что японцы. Тут, кстати, мы. А, в котле. Ха. Прикольно. Я сюда даже не смотрел. Ну, давайте выпустим их, а то что-то как-то на такой себе. Пошли сюда быстрее. Через Благовещенск. Ну, сейчас японим, захватим их. Всё, они там сами освободятся. А, нет, вот мы увидели вертолёт. О, и дивизии пошли. А, прибывают, смотрите, морской базы. Приплыли, а. О, ну, они отсюда сейчас уплывали. Молодцы какие. Всё главное сделать вовремя. Так, берём Токио. А, выходим чуть севернее, японцы отлетают. Главное, что Вьетнам, пока что, я так понимаю, с Филиппинами на нас нападать не собирается. Хотя претензии вот есть. Ну, хорошо. А ты ещё с ними разбираться. У них дивизий-то реально много. Париться бы пришлось бы конкретно. Тем более, такие ещё страны. Вьетнам-то ещё быстро захватить. А в Филиппины высадку делать нужно. Мне очень-то и хочется, конечно. Так, давай уже, отлетай быстрее. Всё, готово. Ну, тут вот, дивизии свободны. Всё, остаётся, ну, только Америка. Чё, Япония? А точнее, чё, Россия? Здравствуйте, просто свет Японии. Это ж марионетка. Тут американцы сидят. Ну, давайте пойдём отхватывать себя обратно Крым. Ну, и вот, толпень американцев. Да, это, конечно, важнее его, реально. Какие вопросы могут быть? В Америке его искать держать, когда её захватывают. Либо же непонятно где. Очевидный ответ, что непонятно где, конечно, лучше. Он всё-таки напал на нас. И вступил в американский альянс. Ну, америка уже с ума сходят. У них нет никакого выбора, кроме как брать Вьетнам коммунистический к себе в альянс. Тут компартия правит, как бы. Всё уже не страшно американцам. Коммунизм. Ладно, давайте эту армию мы сейчас направим во Вьетнам. Сюда вот. Он такие тоненькие. Здесь пройти-то нефиг делать. Но дивизий-то куча. И они могут как спартанцы встать сюда. С севера сейчас тоже дивки поснимаю сюда поставлю. Осталось здесь немножко. Котлы неприятные. Да и здесь нас перекрыли. Но Лос-Анджелес, конечно, не взят. Тут, блин, картели, а? Вот ради чего американцы их замаринятели. Давайте, может, как-то до Риверсайда. Может, его хватит? Нет. Хотя нет, может, хватит 4% всего лишь. Американцы всё еще под сотню дивизий. Но этого здесь вообще не чувствуется. Прям вообще никак. Так, ну а здесь Канада. Процент Ванкувер, да, придется взять. В любом случае. Ненавижу эту Канаду. Всегда приходится брать и Восток, и Запад. Почему не хватает одной половины? Приходится через всю страну огромно бежать. Ладно, погнали сюда. Ну, слушай, мы хорошо сейчас пробиваем. А давай-ка с трех сторон. О, всё. Ну, американцы, давайте. До свидания, да? Пробьём ведь? Пробьём. Всё, хорошо. Становитесь. И нам как раз недостающие проценты сейчас и добавятся. 4. Давай. Она не очень засчиталась. Она всё ещё здесь, в столице. А, всё, улетела. Нет, не хватило. Но зато здесь, кстати, можно сделать котёл. Ладно. Американцы, кстати, всё уже капитулируют. И кого там захватить нужно? Остался у нас Россия, что ли? Ты издеваешься? Россия-то марионетка Японии. Японию-то мы захватили. В чём прикол? Даже Вьетнам не в рамочке. А Россия в рамочке, хотя дивизии толком-то и не имеет. Где твоя столица? Ага. Она в Кузнецк. Пошли. Ну, а по поводу Вьетнама здесь... Ну, потихонечку, да, двигаемся. Стояли просто. Я автоплан не нажимал. Ну, дивки у него тоненькие. Хоть их и дофигища, но это... Это всё фигня. Кстати, вон, Норвегия здесь находится. Я здесь... Это не жарковато. А то привыкли, наверное. Сюда армию тоже я свою поставил. Только вот, чтобы напасть, нужно претензии. Десять дней. О, то нормально. Правда, у Норвегии дивизии прям тоже немало. Хотя... 20 с лишним. Да. Пойдёт. Нападаем. Американцы, конечно, не сдаются. Дивизия здесь, в Бразилии. Всё ещё сражаются. Норвегия является членом НАТО. Когда мы объявляем войну, то они могут призвать на свою сторону входящие страны в НАТО. Оу. Ну и страшилки, конечно. Но... О! Россия капитулирует. Вот я там поставил дивизии, чтобы они атаковали, а тут хватило. Значит, сейчас... Что? Вьетнам в рамку попал. Так, видите. Но здесь, как бы, сами видите, немножко осталось. Да. Совсем чуть-чуть. Давайте я ещё жменьку возьму, да направлю в столицу. Хашимин. И всё. На этом и всё. Оу, сапатистов можно взять в альянс коммунистов этих. Давай, берём. Если хотят, пожалуйста. Пожалуйста, конечно. Здесь, конечно, американцы. Точнее, их картели пытаются отбить Америку. Оу, и здесь. Ну, пофиг. Америка уже капитулировала, сейчас берём Вьетнам, и всё. Они отлетают уже. Не хочу я там париться. И всё. Конец. Наконец-то эта мирная конференция началась. Итак, сейчас. Что мне здесь делать? Ну, вообще, всё зависит только от нас, потому что... Ну, все очки, считайте, у нас. Потому что... Вы разделили ведь нашим марионетку. Колумбия тоже в Болгарии. Да. Всё полностью в наших руках. Итак. Комментарии там я почитал. На самом деле, предложений было очень много разных. Большинство, так понимают, сходится на том, что всё-таки мы Европейская империя. Поэтому мы будем забирать Европейскую часть. Поэтому дальше я не пойду здесь. Конечно, очень бы и хотелось, но границы, видите, они кривоватые. Регионы здесь большие, и поэтому всё так по красоте сделать не получится. Сделаем вот так. Турцию я полностью захватываю. Как и, в принципе, все остальные страны, которые здесь остаются. Сейчас я присоединю к себе. Так, а насчёт России, что можно здесь сделать? Вопрос, конечно. Марионетка? Ну, отдавать её кому-то совершенно не хочется мне. Поэтому здесь он просто марионеткой. Хотя попозже границы мы всё ещё можем пересмотреть. Это как бы нормально. Пока просто так сделаем. По поводу Японии. Тоже марионетка. Канаду. Можно, конечно, повыделять некоторые территории. Например, Квебек. Но лучше не париться, а просто сделать марионетку целиком её. Так, американцы. Ну, здесь можно прям понасателитить. Чуть-чуть. Я думаю, можно здесь повыщаться вот так вот. Конфедераты, это, конечно, уже перебор. Не хочу сильно их делить, этих американцев. Хотя, что, на две части, может быть, стоит поделить. А давайте. И правда. Конфедераты на Востоке, а Америка вот это будет на Западе. Просто, понимаете, мы там приведём националистов к власти, и там, и там. И как бы будет интересно посмотреть, что в итоге там получится. Так, ну, здесь, ладно, я всё-таки не буду сильно выделять всякие страны. Мы этим, может, занимались, поэтому нас их надо. Так, картели я тоже замаряничу. Мне личный картель. Видали, что они творят? Как они американцу спасали сегодня картели, то американцам бы быстрее захватили. Намного. Можно Рио-Гранде выделить. Давайте. Юкатан тоже. Тогда всё, поделим и этих. Вьетнам. Тоже марионетка. Всё. Так, завершить ход. Давайте-ка сейчас конфедераты. Где вы здесь? Вот. Отдам я вам восток, а американцы вновь сядут на западе. Ну, вот вышло как-то вот так. Смотрите. Здесь у нас конфедераты. Здравствуйте, Джон Смит. И дело в том, что мы приводим не просто националистов к власти, а приводим монархистов к власти тем, кого замаринят тюрьмы. В России влияет на 13%. США на 21%. А на США конфедераты не влияют. Пока ещё не успели. Вот. Тут Джонатан. Тоже монархист. Ну, я так понимаю, это монарх. Или он монархист просто, а монарха у них, может, пока нет. Так. Так, в Канаде здесь Генри. Я подумал, что это может быть прям уникальная личность. Какой-то королевского рода. Человека нет. Вот ещё он как бы в картеле его тоже сидит. По другим именем просто. А тут остальные все довольны сидят. Ну, как. Крио Гранде, да? Нормально. Ну, хоть что-то здесь не картельное в Мексике, помимо другой Мексики. Её тоже нужно быть замаринитить, а то это не дело, на самом деле. Так. В Европе получилась у нас вот такая вот. Далее. Китай. Вот такой. Хотя Тибет, на самом деле, я бы выделил. Ну, это я сделать не могу, на самом деле. Сейчас, потому что Китай марионетка. А из марионетки не получится выделить его. Там, может, как-то через Столпак можно. Но, чё-то у меня здесь не очень-то и работает эта модель, поэтому пусть так будет. Ничего страшного. Так. Северная Корея. Тоже наша марионетка. Ну, южную, как бы, её надо будет захватить. А, американцы всё ещё её марионетят. Но, думаю, против нас они воевать не пойдут. Так, значит, сейчас я за кадром захвачу страны в Европе полностью. Марионетки я присоединю через отправку конвоев. А вот. А те, кто не марионетка, там уже проще их захватить просто. Также, талибов нужно будет захватить. Ну, и этим вот странам подправлять, допустим, тому же Ираку тоже конвои, чтобы понизить его уровень автономии. А то это не дело. Сирия, кстати, тоже нами захвачена. Но, вы не забудьте, я же ведь хочу Ватикану отдать Ближний Восток. Нам можно даже чуть-чуть Египта. Посмотрим. Ватикан тогда нужно замарионетить. Он ведь независим. Давайте через влияние. Оп. 38% держи оружие. На. Он принимает. Красава. Всё, сейчас подкоплю ещё очков, пока вот захватят другие страны. И мы его быстро к себе заберём. О, тут, кстати, во Вьетнаме кое-кто был переизбран. Монарх, который мы назначили. А, он безликий. И был вопрос. Ну, что? О, Ан. Секретно. Что ты ещё делаешь? Он направляется в войне на Малайзию. Ага, давай. Наполадай ещё. Марионеточка. На этом Малайзии. А Филиппины, надеюсь... Да, у них нет претензий. Да, налетели бы на нас. Вот такие, здрасте. Вот сюрприз. Так, пока войска перекидываем, Афганистан, конечно, тоже надо будет захватить. Ну, у них дивок нормально. С ним быстро всё равно разберёмся. О, наверное, Орданию здесь влияют в американцы. Там было 70 с лишним процентов. А ну, держите помощь. 66. Вот, надо будет ещё и Орданию замарионетить, потому что... Исключить изолянс, конечно, можно и захватить, но это как-то не по-человечески, понимаешь? Поэтому лучше замарионетить в себе. Вот. Ну, и отдадим потом Ватикану. Да. Так будет более человечно. Итак, смотрите. Сейчас у нас август 24-го года. А что я сделал? Ну, вообще, здесь должны сейчас цвета поменяться у Саудовской Аравии и Ирака, потому что я им уровень автономии понизил. И как бы вопрос не поменялся. Ну, представим, что поменялось. Ватикан. Его замарионетил, узнал, наконец-то, цвет этого государства. А то здесь, ну, на самом деле, не видно. Всё застроено всем подряд. Ну, короче, вот. Такой у него цвет. А правитель здесь папство. Это папа. Ну, современный, кстати. Уже дресс-код другой. Ну, 24-й год. Как бы прогресс туда-сюда. Так, отдал я ему вот такой вот Ближний Восток. Мне кажется, что по красоте прям. Территории, конечно, да, они с гарнизонами немного мучаются, но я ему помогу. Этому Ватикану с ними. Поэтому ничего страшного. Афганистан. Я отдал Ирану. Таджикистан. Я ему всё-таки решил отдать территорию Северного Афганистана, которая называется, как бы, Адахшан. Во, здесь, насколько я знаю, много живёт таджиков, да и, в принципе, чего бы нет. Взял, отдал. Так, Корея собрана целиком. Здесь Норвегия захвачена. Эти, тоже, ну, в принципе, вся Европа она захвачена. Про Электренштейн чуть не забыл, я его тоже присоединил. Готово. Африка. В Африке у нас здесь нет марионеток, кроме... Да, нет, у нас, в принципе, нет марионеток в Африке. А то там были предложения, типа, объедини всю Африку до сюда, но мы не можем, потому что я ещё пока её не захватил. А на самом деле, блин, вы же понимаете, мы современная европейская страна, мы добрые, мы не захватчики, мы не варвары. Мы заставим Африку и все остальные страны впасть в нашу сферу и потом просто присоединиться к нам в виде марионетки. Ну и захватить бессмертно мы не составили труда, будучи вот такой вот державой. А ещё у нас, считайте, бесконечное количество конвоев. Отправляя их, мы сможем снижать уровень автономии. Так что все страны находятся в рабстве у нас навеки. А когда это мы были просто Украиной, которая взяла и отдала там Крым России, потому что не хотела воевать с ней. А вот теперь мы захватили мир. По ленцам ситуация у нас вот такая вот. Значит, насчёт опять же этой Украины я сделаю отдельное видео. Если вы захотите, то можно прямо на отдельный сезон прохождения разделить типа альтернативные истории. В комментариях напишите, может всё-таки и правда так стоит сделать. Сыграть уже там через другую партию, уже прям может быть более агрессивно. Посмотрю, что вы там в комментариях напишите. Ну и что я могу ещё сказать? Спасибо всем большое за просмотр. Прохождение вышло, на самом деле, мне кажется, для канала одно из лучших. Самое необычное. Мы не воевали сколько там до 10 серии. Это на самом деле офигенно и жалко, что очень мало стран имеют такой продолжительный геймплей без войны. Особенно, если эти страны прям хорошо так просмотры собирают. Видно, что интересно. Ладно, я с вами прощаюсь. Скоро мы ещё встретимся. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Оформляйте способы, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в мультиплеерную партию. Или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, ссылки в описании. Скачивайте моду на русском языке, наши группы ВКонтакте. Пишите там просто на стене или просто делитесь интересными моментами. Ну что ж, с вами был Эмбра, спасибо большое за просмотр. До встречи.